Прошел запись, все, мы тебя слушаем. Значит, так получилось интересно. Я сначала хотел разобрать в основном вот из этой книги Нехам Ильдейбович. Да, 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 известная книга. Да, образ Иосифа. А потом глубже-глубже, и в результате получилось у нас три автора. Я думаю, что пойдем вот сейчас с наиболее как бы далекого от религии. Это американский исследователь Джеймс Кугел из Гарвардского университета, университет Бар-Илан. И хотя он сам соблюдающий еврей, но тем не менее у него исследования такие исторические и литературо-еведческие. Так что я попробую начать с его статьи. Сейчас шер сделаю. Вот. О, да, все видно, видно замечательно. Да, да, видно. Он начинает с того, что, собственно, по сравнению с историями Авраама, Исхака, история Иосифа представляет интерес как литературное произведение. Это самый длинный рассказ, в сущности, в книге Берешит. Здесь есть завязка, середина, концовка и различные линии повествования, которые соединяются в единое целое. И дальше становится интересно, как же вообще исторически воспринимался Иосиф и в мировой культуре, и в еврейской традиции. Ведь вообще говоря, вот он пишет. Имея еврейская философия мудрости только одну основополагающую идею или главную тему, это было бы представление о божественном плане. В этом отношении история Иосифа как раз также оказывается воплощением учения о мудрости. Значит, и вот начинаются здесь первые несостыковки, на которые Кугил обращает внимание. Как бы мы ни трактовали рассказ об Иосифе, поражает, что Иосиф, упомянутый в других местах Библии, имеет мало общего с персонажем главы, которую мы разбираем. И прежде всего, получается так, что в еврейской истории Иосиф сначала воспринимается как человек, так сказать, политический, с точки зрения геополитики. Знаете, давайте я пока уберу этот. Да, как тебе удобнее. Да, окей. Значит, он говорит, что, во-первых, по истории об Иосифе, это получается образ классического мудреца Хахама, то есть который умеет противостоять всем превратностям судьбы, который не поддается на вожделение, не поддается на провокации жены Патифара, и, так сказать, и звездочет, и сновидец, и все. Но, тем не менее, очень быстро мы начинаем видеть, что в еврейской истории он, прежде всего, воспринимается как родоначальник колен своих сыновей, Эфраима и Минаше. И поскольку они, с военной точки зрения, самые сильные, и их колено занимали территории Северного царства пограничные, постоянно вели войны, то имя Иосифа начинает ассоциироваться вообще с северной частью Израиля, с Северным царством. И даже в псалмах, вот мы можем найти ссылки на это, и более того, образ быка с двумя рогами постепенно становится образом как раз Северного царства, и автор вот считает, приводит известное мнение, что два рога, собственно говоря, обозначают два колена сыновей Иосифа. Но дальше это начинает меняться. Меняться начинает отношение к Иосифу после того, как наступает закат Северного царства, как оно исчезает. И вот автор пишет, рассмотрим, в частности, первую книгу Маковеев. Для нас это, конечно, сейчас особенно интересно, поскольку Ханука. В начале книги старец Матитьягу находится при смерти. Он наставляет своих сыновей помнить дела их отцов и перечисляет, кого он имеет в виду. Авраам не в искушении ли был найден верно, и это вменилось ему в праведность. Иосиф в бедствии своем сохранил заповедь и сделался господином Египта. Пинхас, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. То есть получается, что Иосиф назван в числе праотцев, чьи великие деяния увековечены Писанием. И даже здесь нет в этом списке Ицхака и Якова. И дальше возникает вопрос, что, собственно говоря, каким именно чертам Иосифа сыновья Матитьяху должны следовать? Какие именно уроки для повседневной жизни? Не доверять своим братьям, держать при себе свои сны? В сюжете столько подробностей, столько линий, по которым Иосиф воплощает каноны мудрости, что вообще трудно назвать какой-то один единственный урок. И здесь явно становится ясно, что прежде всего речь идет об истории с женой Патифара. Именно за это прославлен Иосиф Воздержим. И дальше Джеймс Кугел рассказывает, что все больше и больше именно эпизод с женой Патифара становится главной характеристикой Иосифа вообще в мировой культуре. И хотя, конечно, историю продажи в Египет и историю его взаимоотношений с братьями знают все, но почему-то вот именно тема воздержания, борьбы с развратом, умения этому противостоять, постепенно это становится его главной чертой. Ну и заканчивает автор вот так. Прослеженное нами развитие образа Иосифа может быть рассмотрено как последовательная его кристаллизация. От несколько туманного первоначального геополитического восприятия Иосифа как отца-основателя Ален и Фраима и Минаше и Северного царства к восприятию вне связи с географией, как добродетельного героя из последней части книги Берешит. И затем образ, сужаясь, приходит к Иосифу Праведному, Иосифа отца Дик, образцу стойкости перед лицом искушения. Вот это то, что пишет Джеймс Кугелл. Дальше перейдем к Нехаме Лейбовиче. Она как раз начинает с того, что вообще говоря, называть Иосифа Праведным Человеком, это вызывает, мягко говоря, некоторые сомнения. И она выделяет в его жизни три подъема и два падения. То есть первый подъем происходит, когда он еще ребенок, собственно говоря, его возвышает отец над братьями. Затем падение, когда братья его бросают в яму и продают. Новый подъем в доме Патифара. Новое падение, когда он оказывается в тюрьме. И дальше уже последний подъем, за которым падение не следует. И, собственно говоря, основная мысль Нехама Лейбовича, сейчас мы ее увидим, это проследить, как менялось на этих этапах отношение Иосифа к Всевышнему. Прежде всего она считает, что действительно, будучи мальчиком, живя с братьями, Иосиф вел себя явно нехорошо. Что даже сны, в которых он выглядит как бы господином, царем, сны в сущности являются отражением того, о чем он мечтает. То есть он мечтает о власти, и Всевышний в этом никак не проявляется. В его мечтах нет никакого Всевышнего. Там даже есть такой эпизод, что первый сон Иосиф рассказывает только братьям и добивается того, чего он хочет. Братья трактуют его сон именно так, что ты хочешь сказать, что ты будешь над нами царем. То есть он их, так сказать, довел до белого коленя и этим доволен. Потом он пересказывает им свой второй сон. Здесь они уже не реагируют, они молчат. И тогда он пересказывает свой второй сон вторично. В присутствии братьев пересказывает родителям. И тут уже отец ему говорит, так сказать, отчитывает его несколько. И он опять добивается того, что звучит фраза, что ты что будешь, мы все должны тебе поклониться. И это опять звучит в присутствии братьев. То есть, в общем-то, вполне понятно, это явно поведение не очень приятного человека, пусть даже еще и юноши. И вдруг все очень резко меняется. Очень резко меняется, как только Яков велит ему идти разыскать братьев. Я вот сейчас вот просто буду зачитывать. Этот юноша, не чурающийся сплетен, раздражающий всех рассказами о своих снах, считающий себя выше всех. В первых одиннадцати стихах нашей главы идет от успеха к успеху. И вдруг все переворачивается. Прежде всего, Лейбович обращает внимание на то, что Иосиф отвечает отцу Кинене. Вот я. Так же, как Авраам ответил Всевышнему. То есть, полная готовность выполнить все распоряжения. И он не пытается уклониться от поручения разыскать своих братьев. Не пытается сказать, что это же опасно, они меня ненавидят, они могут мне что-нибудь сделать. Это странно. И это странно, да? Да. Это странно. Он, наверное, должен был чувствовать опасность. То есть, отец должен был понимать, что, вообще говоря, может быть опасность. Да. Вот я выражает смирение и расторопность, готовность исполнить немедля. Поспешил исполнить веление своего отца, хотя и знал, что братья питают к нему ненависть. Более того, отец ему сказал идти в конкретное место и там искать братьев. Он туда приходит и видит, что их там нет. Казалось бы, есть повод вернуться и сказать отцу, ну, извини, я сделал все, что мог, но они ушли оттуда куда-то. Тем не менее, он все равно продолжает их искать. И более того, дальше, вот, Нехам Илебович обращает внимание, что с того момента, как он приходит к братьям, он молчит. Действительно, нету вот в этом рассказе, именно вот в этой, в нашей главе, нету ни одного слова, которое он им говорил бы в этой ситуации, что он им умолял пощадить или что-то еще. Там, через главу, там действительно будет упоминание, когда братья в Египте будут обсуждать то, что они когда-то сделали, то там будет фраза, что вот мы не услышали, как ребенок нас умолял. Но это будет только потом, через главу. А здесь в нашей главе Иосиф молчит. Такое впечатление, что он просто позволяет делать с собой все, что угодно. Даже не защищается. Дальше. Неужели Иосиф понял, что был не прав? Вот Нехам Илебович задает такой вопрос и сама на него пока не отвечает. Но заметим, что пока не упоминается Всевышний. Иосиф нигде пока не упоминает Всевышнего. Дальше начинается его возвышение в доме Патифара. Знает ли Иосиф, что не сам он поднимается, но Всевышний поднимает его? Понимает ли он, что не египтяне, идолопоклонники и развратники делают ему благо? И здесь Нехам Илебович останавливается на одной фразе. И был Иосиф хорош обликом и хорош видом. Это орда. Да. Описание внешности человека в тексте Тары дается нечасто. И, как правило, там, где он проявляется впервые. Здесь явно не впервые. Что же означает вот такое подчеркивание красоты Иосифа? И ответ такой, что Иосиф, собственно говоря, стал возвращаться. Он пошел по пути ассимиляции. Он действительно поддался на все эти соблазны, которые стал получать в доме Патифара. Он стал есть, пить. Это вот комментарий Раши. Считая себя правителем, то есть главным в доме, он стал есть, пить, завивать себе волосы. И тогда святой благословен он сказал. Твой отец скорбит, а ты завиваешь себе волосы. Я натравлю на тебя медведя. И тотчас подняла жена его господина глаза на Иосифа. И только в тюрьме, по-видимому, происходит такое настоящее прозрение. Точнее, нет. Все-таки первое упоминание о Всевышнем – это вот еще в тот момент, когда он в последний момент отказывается согрешить с женой Патифара. Как же садею я такое великое зло и согрешу перед Всевышним? Но все же Иосиф еще не очистился и не излечился от стремления к власти. И поэтому он вновь падает в яму. И вот только там, собственно говоря, он начинает постоянно призывать имя Всевышнего. И только с этого момента начинается его возвышение духовное, которое уже дальше не закончится. И более того, вот автор Михаил Горелик, если не ошибаюсь, автор книги «Беседы с Равином Адином Штайнзайцем». Да, так точно. У него есть такая статья под названием «Разве я вместо Бога?». Это уже относится к следующей главе, но просто речь идет о последнем разговоре Иосифа с Игудой уже после смерти отца. Вот это их известная ссора. И Горелик считает, что, собственно говоря, братья испугались того, что теперь, когда отец умер, то Иосиф, по-прежнему будучи министром, вот теперь-то он им и отомстит. И они, так сказать, находятся еще в рамках своей этой чисто семейной истории и не понимают, что Иосиф уже давно поднялся над этим уровнем, что Иосиф уже настолько понял, что Всевышний все это устроил, все это организовал, что у него уже просто не может быть никакой обиды, никакой мести. И в этом отношении получается, что все-таки, хотя везде подчеркивается, что и Игуда поднялся в духовном смысле выше всех, вот, но Горелик считает, что нет, Иосиф вот на этом этапе выше него. Вот, есть еще немножко времени? Сейчас, я выключу тут у кого-то, включен микрофон, все, отлично. Если есть еще немножко времени, то... Да, конечно, время есть, и скажи, когда народ может спрашивать вопросы. То главный, конечно, главное оставил напоследок. Прошу прощения. А, это значит, мне сейчас нужно это убрать. Да, если ты хочешь другой документ, то правильно этот закрыть и снова сделать, здесь сделать стоп-шер, открыть новый документ и снова сделать шер. Сейчас, сейчас. Это из книги Равина Адина Штейнзальса «Библейские образы». Он рассматривает Иосифа прежде всего как сновидца. Собственно говоря, глава об Иосифе и называется «Сновидец». И вот я отсюда, просто даже без комментариев, буду зачитывать некоторые вещи. Значит, итак, в еврейской традиции Иосиф – это цадик, праведник, один из семи патриархов и пророков, которых в праздник Суккот символически приглашают как почетных гостей в Сукку. Однако в Танахе при всей эффектности рассказа о приключениях Иосифа он предстает как несколько странная личность. В чем же странность? Цадик знает, чем можно поступиться, а чем нельзя. Он может быть великодушным благодетелем, он способен твердо противостоять искушению, неуклонно воздерживаться от того, что считает неправильным, способен контролировать свое поведение, в полной мере владеть собой. И до тех пор, пока положительные качества Иосифа соотносятся с фольклорными представлениями о нем как о типе, вот интересно, что Равин Штейнзальц тоже говорит о нем как о фольклорном персонаже, так же, как и следователь Джеймс Кугелл. То есть до этого момента все хорошо, но Танах показывает и менее привлекательные черты, ведь недаром он вызывает негодование братьев. И приходит Рав к интересному выводу. Было в нем нечто такое, что служило основанием для отрицательного отношения к нему людей. И это касалось не только того, что он говорил или делал, это было в самой его натуре. Окружающие не могли ужиться с ним, он их просто раздражал как человек. Например, его поведение при встрече с братьями в Египте вызывает в памяти малоприятную личность. Странно выглядит эта встреча, пишет Рав Штейнзальц, разыгранная по заранее обдуманному сценарию. Она словно современная трагикомедия, банальная история со счастливым концом, но забавного в ней мало. И здесь мы, кажется, начинаем понимать характер Иосифа. Просто он склонен был вести себя странно. Это было такой же особенностью его натуры, как способность приобретать власть над людьми. И дальше... А можно вопрос? Может быть, мы будем делать такие маленькие остановки, и народ будет спрашивать, если он хочет. Нет? А мне просто уже одна фраза осталась. Давай, да, окей. Буквально. Значит, что дальше делает Рав Штейнзальц в этой главе из своей книги? Он говорит, что основная черта Иосифа, которую он рассматривает, это его способность видеть сны. В то же время Иосиф не пророк. И в отличие от пророка, он не знает точно, его сны – это правда или это, так сказать, его фантазия. И на всю жизнь он становится как бы рабом своих снов. Он всю свою жизнь пытается решить эту проблему, так сказать, все-таки правда или неправда. И только в самом конце, когда вот уже все повествование подходит к концу, вся история завершается, когда все, он министр в Египте, и братья к нему возвращаются, отец возвращается, то вот тут, да, действительно, его те детские сны как бы сбылись, и он понимает, что это была правда. Но на этом этапе, в отличие от своего юношеского периода, он все-таки уже понимает, что он не просто властитель, потому что властитель, а это все замысел Божий. Ну вот, собственно говоря, что я хотел сегодня сказать. Вот три таких мнения, довольно противоречивых. Окей. Может быть, знаете, что прежде, чем народ начнет задавать вопросы, я хотел, если можно, просто чисто технически добавить, так не сговариваясь, вообще говоря, Гриш прошелся по следам моей биографии в Израиле, во всяком случае, почему, потому что книжка, которую Гриша показывал, я на самом деле удостоился как бы ее выпустить. Вообще, вот это мое первое место работы в Израиле называлось «Амана», по-русски звучит так, «Институт выпуска литературы или изданий для репретаратов на разных языках», в основном был русский. И вот мы в течение нескольких лет выпускали Нехаму Лябович, переводили ее разные люди. И вот я оттуда просто, да, я, кстати, удостоился, если меня память не потвоит, по-моему, даже один раз я у нее дома был в самом начале, и как бы с ней обсуждали, какие должны быть, как переводить, или можно ли с ней советовать, что-то типа этого. То есть надо тоже понять, что она уникальна, что на человек, профессор, женщина. Значит, понятно, что, да, вот про нее в самой книге, вот есть, по-моему, даже, Гриш, у тебя там с задней стороны как бы обложки написано, я оттуда, во всяком случае, взял, вот, там написано вот, что основу ее составили, да, монументальный литератур, да, 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 вот я как раз это хотел зачитать, если можно. Основу вот этих, у нее, она ведь называлась Июним Хадашим, Июним на иврите, Июн это, по-русски это исследование, хотя Хекер это больше исследование, Июним это больше отвлеченное, поскольку это было связано с Торой, как бы с Танахой, с Библией, то она назвала Июним, да, потому что научно это больше Хекер, Хекер это дословное Пермахон Мехкар, это то, что по-русски НИИ, да, то же самое. Так вот у нее по-русски появляется так, новое исследование Торы в свете классических комментариев. У нее то, что она делает, она это вначале пишет, она создает некоторый такой сквозной комментарий по сюжетам, да, то есть даже не по отдельным стихам, а по, то есть не по каждому стиху, как, например, там Раша делает, или Штензалис, например, делает, вот, а она делает такие сквозные сюжетные комментарии, причем старается идти по пшату, то есть как бы, если так можно сказать, по прямому смыслу. Ну вот, новое исследование Торы в свете классических комментариев, основу его составили издававшиеся на протяжении более чем 25 лет знаменитые брошюры, на иврите называется «Кунтрас». Это тоже такое название, наверное, название не ивритское, греческое скорее. «Кунтрас» — это типа тетрадки, тетрадки, да, вот тетрадки. То есть понятно, что к недельным разделам обычно выпускаются, как бы, листки, тетрадки, которые зачастую у Ханан Парата, да, у него тоже в конце, как бы, из этого сделали книгу. Вот она, 25 лет, у нее были такие «Кунтрас», да, знаменитые брошюры «Ныхан Белябыч к вопросу о недельном разделе». На этих брошюрах воспитано целое поколение евреев, изучающих писание и комментарии к нему по уникальной методике «Ныхан Белябыч». Вот Ханан Парат, которого я очень люблю тоже, к сожалению, в зале, и которого я, значит, хочу после Гриша докладывать, вот он тоже называет себя учеником «Ныхан Белябыч». Дальше написано так, «Определив главную тему недельного раздела, автор всесторонне анализирует ее, сопоставляя мнения различных комментаторов, по мере надпости подчеркивая особенности литературного стиля и грамматики, раскрывая философский смысл текста, включая читателя, вчитывая в текст писания, открывая для себя свет Торы. Исследования профессора Ныхан Белябыча нашли широкий отпрыг и восторженных писателей в Израиле, так и в диаспосе, и раввинов, преподавателей, исследователей, просто евреев, черпающих в них вдохновение для углубленного изучения и использования знаний о Торе». Это вот то, что там написано про Ныхан Белябыч. Совершенно потрясающий, замечательный человек. Понятно, что опять, кроме всего того, что было сказано, то, что она женщина, а затем еще в харидимных кругах, и ее не цитируют и все, но в кругах, если так можно сказать, религиозного сионизма и все, она считается, в общем, очень-очень уважаемым человеком, целое поколение на ней воспитанное. На мой взгляд, очень интересно. К сожалению, мы не успели тогда, мы выпустили один том, это был «Брешит», потом мы стали издавать каждую книгу Хумаша в два тома, не делая никаких купюр. Было два тома книги «Шмот», успели выпустить одну книгу «Воекра». К сожалению, на этом как бы это дело прекратилось. Они стояли, все эти самые комментарии стояли какое-то время на сайте Сахнута, по-моему, они сейчас там кончились. Но, в принципе, у меня даже дома осталось достаточно много. Есть, есть. Есть, да, серьезно. Может быть, пришли, все-таки, я не нашел. Я пришлю и... А, да, да, замечательно. Замечательно, потому что это потрясающий комментарий. Можно я на секундочку только вспомнить? Да, конечно. Чтобы не осталось неверного впечатления. Все-таки у Лейбович по этой главе основное ее исследование касается вот не той темы, о которой я сейчас рассказывал, а вопроса о том, кому же братья продали или все-таки не продали Иосифа, потому что там получается странная картина. Написано, что они хотели продать ишмаильтянам, потом, что его забрали медиан. Да, и продали египтянам. Да. То есть непонятно, кто же все-таки купил, продал. И там некоторые комментаторы приходят к выводу, что, поскольку все видели, что мальчик явно, так сказать, не из простой семьи и не рам, то все старались быстрее от него избавиться, и он несколько раз переходил из рук в руки. Окей. Хорошо. Давайте, как бы, у меня тоже есть всяческие соображения, и вот сейчас, после того, как мы обсудим Гришу, да, я начну, как бы, комментарии Ханан Парата, который тоже это рассматривает. Опять мы сегодня рассматриваем практически одну и ту же самую тему, да. Вот, но, тем не менее, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, замечания или как-то обсудить, пожалуйста, мы, как бы, готовы это сделать. Кто-то что-то хочет сказать? Давайте я скажу два слова, можно. Да, пожалуйста, Ими, мы слушаем. Значит, у меня, вот, как бы, немножко смутило прочитанный отзыв Штанзовца, при всем этом, конечно, в полном уважении, и я должен об этом, конечно, подумать как следует. Вот. Вот, но, с другой стороны, я бы хотел, как бы, сопоставить отзыв Льва Толстого, как ни странно, который считал сцену примирения братьев и вообще все там, что происходит с Йосефом, просто считал самым выдающимся примером, то есть недостижимым примером художественности, да, как психолог, как человек, который чувствует, как бы, вы понимаете, да, что это значит, что Толстой дал такой отзыв. То есть мне тоже кажется, что там все очень гармонично, оправдано и осмысленно, без каких-то таких вот личных, как бы, иллюзий. Вот. И поэтому... Эмиль, секунду, но ведь чувствуется, чувствуется напряжение, чувствуется, что у них нет контакта, у них нету, у них проблема тоже... Правильно, это... Смотрите, у меня, как бы, свое мнение, я понимаю, что оно может поделаться, но я считаю, что нужен очень хороший... Тора, она, кроме всего прочего, я в одной своей работе это отмечаю, это очень совершенное произведение, случайно я привел имя Толстого, для мнения Толстого, то есть она требует... Я понимаю, что равы, люди, евреи, ученые, все занимающиеся серьезно Торой, у них, очевидно, нет времени и нет интереса, значит, глубоко изучать художественную литературу и искусство, но именно искусство дает возможность... Штензальц очень может быть читал, Штензальц очень может быть читал и читал. Не-не-не, Штензальц читал однозначно, и он... Дайте, дайте я это скажу. Человек, который переводит Толмуд и так углубляется в иудаизм, потому что иудаизм сам в себе абсолютно совершенно замкнутая в себе культура, вот чтобы еще что-то читать и заниматься искусством, слушать музыку или все, это очень сложная проблема, я думаю, что все еще впереди в этом смысле, в таких вот вещах, в толкованиях. Но я хочу сказать, что у меня не вызывает никаких совершенно противоречий эта сцена, я также восхищаюсь, как и толстой, и я честно признаюсь, у меня слезы наворачиваются при каждом чтении, хоть я уже это тысячу раз считал, ну не тысячу, но по крайней мере много раз, но есть такие сцены в таре, которые просто неизменно воздействуют, понимаете, эстетически. А насчет продажи ЕСЭФа, два слова, значит, тут есть некая такая более скаберзная такая ситуация, мне кажется, которая не описана, я не знаю, есть ли она в Мидрашах или в Агадот, но мне кажется, что переходил из рук в руки, у меня это тоже возникла, эта идея, но не так, да он был очень красивый ЕСЭФ, понимаете, а все эти язычники и все, вы понимаете, какие у их интересы были. Я думаю, что Всевышний не раз наказывал за их попытки, так сказать, что-то с ЕСЭФом сделать, они пытались от него избавиться, потому что, если мы возьмем примеры того, что происходило, так сказать, когда наши прадцы приходили с своими женами, выдавались за сестер, то я думаю, то же самое могло происходить и с ЕСЭФом, то есть эти люди, которые покушались на него, были очень сильно наказаны и быстро, так сказать, старались от него избавиться даже бесплатно, понимаете, поэтому и шмальтяне, когда попробовали, отдали обратно Мидиане, нам Мидиане уже просто чисто коммерческие. Идея понятна. Я только хотел вот что ответить. Я так понял Рава Штайнзальцев, что он критикует, естественно, не рассказ Торы, он критикует ту сцену, которую выстроил Иосиф, так сказать, тот спектакль, который он разыграл с братьями. Я и говорю, что здесь у меня нет, я считаю, что его положение отверженности, да, когда его, я вот уже тут мультуротравением можем заниматься, его отослали, его продали, и он, так сказать, не хотел себя выдавать и все, чтобы, как бы, если подумать об этом, почему, что он не хотел, как бы, братья, все, он сам понимал, как бы, так же, как Исхак понимал на жертвеннике свою обязанность, он шел до конца, он не хотел открываться, значит, отцу, чтобы не были наказаны братья. Окей. Вот, и он, как бы... Эмилия, можно перебью вас, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мне кажется, вся ситуация, сцена такая, что вы можете это вот понимать так, со стороны Толстого, да, там кто-то может по-другому... Как и многие сцены вторые, правильно? Поэтому, ну, если мы просто будем сейчас говорить, кто как понимает, это можно, конечно, но... Спасибо, Григорий, кстати. Можете отправить, пожалуйста, эту статью в чат? Я не видела этого Штензальца. Мне кажется, это просто, ну, как бы, как сказать, как вот разный стиль. Ну, если уж так сказать, я, например... Я понимаю, но это не совсем так. Я понял вас. Понимая всю грандиозность Толстого, Толстой, как бы, например, немой писатель. И то, что, например, подмечает Штензальц, там, очень интересно. И Григорий именно вот привел нам два таких сталкивающихся, и как бы, что мы из этого можем, как бы, понять. Вот, я думаю, в чем вопрос. Смотрите, я не просто привожу... Милли, 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 секунду, секунду, секунду. Мы все-таки нас, как бы, так, мы задаем и отползаем в сторону, хорошо? Вот есть... Лен, спасибо. Есть написано в чате, я хочу просто озвучить. Таня написала. Хороший ли Юсеф-переговорщик? Знак вопроса. Ведь он идет к братьям, мириться в своем халате, который вызывает к нему негативные чувства. К нему. Юсеф не знал об этом. Знак вопроса. Или он формально выполняет волю отца? Вот это вопросы. Я со своей стороны могу сказать, я читал тоже статью. И там, разбираясь с точки зрения, ну, не знаю, современной психологии или как так дальше, действительно, вот на уровне, как бы, человеческом, психологическом отсутствие коммуникейшн, отсутствие связи между Юсиковым и братьями, что они, как бы, не разговаривали. И там даже такая фраза, что они не могли переносить его речи. Они, в принципе, не могли его. У них вызывало отвращение по форме. Все, все, все. А он не искал никакого, как бы, канала, по которому могу с ним разговаривать. И очень может быть, что если бы они разговаривали, то всей бы этой истории, как бы, не было. И бы она случилась по-другому. Ну вот, Гриш, это вопросы Тани, которые были. Смотрите, тут нет сослагательного уклонения, так же, как в истории. Тут тянется примирение братьев от Каина и Авеля до Юсефа и Иуды. Вы понимаете? То есть здесь... Как, братья, это и как менялся Юсеф? У него была высокая самооценка. И как он... Он тоже должен был как-то изменяться. Во-первых, это неверно было бы сказать, что он не общался все. Он находил все... Я хотела Григорию услышать. Он исследовал, тем более он изучает дипломатические отношения. Как он оценивает? Сейчас, Эмиль, одну секунду. Эмиль, Эмиль, одну секунду. Эмиль, Эмиль, одну секунду. Эмиль, одну секунду. Может быть, у Гриши, который представлял эту тему, может быть, у него есть как бы ответ, либо он хочет ответить Тане. Сейчас, одну секунду. Я, честно говоря, про это не думал, Татьяна. Его дипломатические способности... Ну, вот смотрите, его отец посылает, да? Иди там, разберись, чтобы мир был между братьями, в конце концов, да? А он идет в этом халате. Ну, то есть, или он не знает, что, в принципе, братья к нему негативно относятся из-за этого халата. То есть, это мы с текста видим, что он это об этом знает или нет. Он просто идет, просто ему нравится в этом халате идти. Или же он осознанно его надевает. То есть, он ничего не хотел бы как бы менять, а донести все равно свою точку зрения. Они с ним даже и разговаривать не стали. Они ему не дали шанса вообще говорить. Потому что они увидели этот халат опять. Здесь вообще есть момент, который я, честно говоря, не понимаю. Вот я имею в виду статью Лейбович. Когда она говорит, что вдруг происходит такая перемена, вот избалованный ребенок, вдруг говорит Хенене и, честно, идет искать братьев. И дальше причем молчит. Но она не объясняет, почему такая перемена, что же такое произошло. То есть, явно у него в душе что-то происходит. Я, честно говоря, не понимаю, что именно. Если бы мы поняли, что происходит, тогда можно было бы на вопрос ответить. Окей. Знаешь, можно? Давайте я отвечу уже. Эмиль, 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 секунду. Секунду, Эмиль, я секунду. Вы можете выразить мысль. Понимаете? Эмиль, я дико извиняюсь. Смотрите, но есть как бы разница. Вы просто хотите поговорить или выяснить какие-то вещи? Нет, я хочу, чтобы была система такая. Я думаю, она принята как бы всеми. У нас не может быть один человек из всех, который не лектор, но который занимает место лектора. Вы хотите представлять тему? Ну, Эмиль, так невозможно. Это просто невозможно. За это время я бы не мог сказать то, что хотел. Пожалуйста, я не хочу никому затыкать рот, понимаете? Но вы не можете брать все экранное время. Это так невозможно. Ну, смотрите, я не знаю, как хотите. Пожалуйста, я не против. Скажите мысль. Окей, но мы идея такая. Человек высказывает свою идею в течение порядка трех минут. Все. Я объясню, в чем тут проблема. Что когда кто-то задает какой-то вопрос, и кто-то отвечает на него, и есть какой-то короткий диалог между ними, надо дать ему завершиться. Когда люди, опять, выскажут свое мнение. А потом будет другой выступление. Хорошо, Эмиль, мы вас слушаем, но, пожалуйста, мы вас слушаем. Хорошо. Тогда, если хотите слушать, я вам скажу. Я с самого начала, когда у меня было выступление, я сравнивал, значит, Всевышнего, как творцом, не случайно я привожу все время, значит, и свой отрывок, который я прочел, там свою, как бы, реконструкцию сцены продажи, значит, могилы для Сары, вот, как художественное произведение. Здесь тоже есть замысел, невозможно совершенно из-за того, что можно трактовать Тору, совершенно произвольно задавать вопросы. И то, что Лейбович задает вопросы, и как вы задаете вопросы, тут надо учесть очень четко, что Тора – это очень стройная система. Понимаю, Эмиль, они это учитывали. Остановка всевышленной, понимаете? Нет, подождите, но вы опять не перебили. Потому что вы начинаете опять лекцию, у нас нет для этого времени. Я вас понял. Это лекция, я хочу выразить мысль, понимаете? Нет, не сказали уже, Эмиль, я уверен, что ее никто не ухватил. Вот я хочу сейчас послушать, что будет дальше, будет дальше то же самое. То есть не ухватили… Эмиль, пожалуйста, Эмиль, пожалуйста, послушайте тех, кто сейчас будет говорить дальше. Потом, честно говоря, мне не нравится, мне, честно говоря, не нравится подход, когда человек говорит, вот я понял, а они не понимают. Во-первых, они такие люди, что они все-таки знали больше нас, понимаете? С некоторым трепетом и уважением. Потом постарайтесь понять то, что они говорят. Не надо сужать диапазон, говоря так, что вот я понимаю, и надо понимать так. Тогда это не обсуждение. Вы все время хотите сказать, я понимаю правильно, и это так. Мы услышали вашу точку зрения. Окей? Хорошо. Андрей, у тебя есть что-то сказать? Я прошу прощения, я кинул в чат ссылку. Да, да, мы видели. Пока есть возможность. Да. Я извиняюсь, если я резко себя веду. Но у нас должен быть какой-то этот, потому что у нас ограниченное время. Правильно? Кто-то еще что-то хочет сказать, либо мы переходим к второму обсуждению. Окей. Ну, хорошо. Тогда мы довели наше обсуждение до некоторой точки кипения. Да, Гриш, спасибо огромное. А мы сейчас как бы переходим к следующему. И оно на самом деле где-то продолжает то, о чем говорил Гриша. Вот смотрите. Значит, идея какая? Я иду по комментарию Ханан Парата. У него комментарий называется «Великие сны основы мироздания». Как-то это так можно сказать. Сейчас мы посмотрим дальше. Это фраза из Равкука. Мне кажется, общая схема из «Так можно сказать». Она такая, что вот эта вот история с Йосефом – это одна из историй, которая… С продолжением, да? В которой есть очень-очень разные уровни. И понятно, что разные комментаторы, они могут взять как бы разные или берут разные детали, строят из них как бы некоторую схему, картину, объясняют. Меня всегда привлекает, в данном случае меня привлекает как Ныхама Лябович, который строит некоторую сюжетную линию. И может быть даже еще больше Ханан Парат, который, как мы сейчас увидим, он продвигается по ступенькам объяснения, как бы не отрицая, не дай бог, и не говоря, что это неправильно, какие-то классические комментарии, кто что-то объяснял. Но при этом он строит некоторую общую картину, доводя ее практически до нашего времени, до сегодняшнего дня. Вот давайте посмотрим как бы за его логикой и будем продвигаться. Значит, вот Раф Кук в книге «Еурота Кодыш», у него есть такая идея вообще о снах. И как обычно у него есть как бы, ну не то, что как обычно, у него есть как бы фразы, которые насколько капитальные, что их можно приблизительно перевести по-русски, давая какой-то смысл. Но они как бы вот определяют некоторый фундамент нашего понимания, я так сказал, да. Вот у него такая фраза есть в Раф Кодыш, у него написано «Ахоломот акдулин есот олам эм». То есть «великие сны» на иврите «большой и великий» – это одно слово, это тоже особая история, по-русски это различается. Можете сказать «великие сны», хотя по-русски это не очень так говорится, да. Может быть даже не «сны», а «сновидения». Сейчас дальше будем смотреть. Ведь слово «холом» тоже, это слово общее, это не очень похоже на русское слово «сон», да. Это что-то типа, это явь, но которая представляется в другом виде. Вот я бы это так понимал. Хотя понятно, что есть как бы, ну сленка или там типа холомец, человек витает в облаках, в облаках и не стоит как бы в реальности. Но в данном случае, мне кажется, речь идет о как бы яви, да, но которая представляется в некотором другом измерении. Так вот он говорит, что вот такие сновидения, да, и дальше такая вещь, которая, ну как бы, она внушает некоторые трепети, я бы сказал. «Есо да олам», что они вообще основа мира. Как такое может быть? Основа мира должна быть, ну кто-то говорил, материальная там, идеологическая и все. А при чем здесь сны? Вот это вот интересно. Вот меня сразу поразил как бы такая точка зрения, такой подход. И как бы Ханан Парад разбирает именно здесь. Он относится к снам Йосефа, что это сны, великие сны. И в этом смысле я от себя добавляю, может быть, это какой-то ответ на то, что говорил Гриша, да, о том, что вот непонятности в поведении Йосефа, братья, даже Якова, даже Якова, да. Мы сейчас посмотрим, потому что он ведет себя тоже не очень понятно. То есть такое впечатление, что им всем, всем героям, как бы, вот этих сюжетов, им открывается что-то, что больше их понимание вот на этом отрезке времени, на котором они находятся. И у них есть трудности сопоставить себя с этим. И, по-видимому, вот это в еще большей степени относится к самому Йосефа. Да, и дальше Ханан Парад пишет, великие сновидения в книге Брешит, которая определяет судьбы людей и народов. Тоже я написал определяющих, я на иврите это буду говорить. Надеюсь, я вас не раздражаю, те, кто более-менее знает иврит и так дальше. Я думаю, это будет интересно. У него написано Хорцин. Хорец гораль, хорец гораль. Это по-русски я не нашел адекватного слова. Хорец, это означает, что человек, который больше чем определяет, он типа высекает, говорит, который направляет, который устанавливает. То есть, нечто, что-то, что делает некоторое маслуль направление, по которому движется история. И в этом отношении очень интересно. Мы сейчас посмотрим, что сны Йосефа, они являются именно такими. Итак, сначала некоторый фактаж. У нас есть шесть снов, которые понятны более или менее, и разгадки у них близкие и далекие. Итак, какие шесть снов? Повторяю вам фактаж. Эти шесть снов повторяются парами в разделах Микец и Ваеша. Ваеша – это наш, и следующий – это будет Микец. Итак, у нас есть два сна Йосефа. Потом у нас есть два сна. Один из них Мина Черпи, а другой… Я написал хлебопекаря, хотя на самом деле он не печет, а он на самом деле является как бы ответственным за… Как это называется? Не молочные, а не мясные, а мучные изделия. Он ответственный за мучные изделия. Хлебобулочные. Да, ну побольше, наверное, мучные, ладно. Точнее, он стал хлебопекаря, но он не печет, он ответственный. Выпечку. Выпечку, да. То есть, даже как этот самый с вином, он тоже, он не виноделий, правильно? А он тут, который как бы разливает, окей? Ну вот, он каждый из них. Вот еще у вас есть еще два, да? И есть два фараона. А теперь дальше. Какая разница? Разница такая, что два, то есть четыре, два виночерпия и хлебопекаря, так я его называю, да, и хлебодавателя, вот, и два фараона, да, они происходят очень близко по осуществлению. То есть, грубо говоря, вот есть сон, Йосеф схватывает, что они имеют очень близкое отношение к действительности, он тут же делает Тиргум Транслейшн в действительность и практически один к одному их решает, окей? А теперь дальше. Вот со снами самого Йосефа есть проблема. Почему? Потому что они неоднозначные, в них много противоречий, да, и их осуществление, как мы увидим, может быть понято, как отнесенное на долгие годы вперед, да. И вот это вот, по-русски есть такое слово, мне не очень нравится, но, по-моему, это современный русский язык, непонятки, да. Вот эти непонятки, они, в частности, показывают реакцию братьев и самого отца. Они не понимают, их что-то будоражит, и они, видимо, подавлены вот этой космогонией, но они этого не понимают, это не укладывается в то, где они находятся. Почему? Потому что они, какая реакция братьев, они говорят, не царем ли будешь над нами, или властвовать будешь над нами. То есть, как бы, о чем ты вообще говоришь? Что это такое вообще? То есть, они укладываются ни в какие рамки, да? Окей. Теперь дальше, посмотрите, какая символика и образы этих снов. Она тоже отличается и требует, ну, более-менее детального разбора. Смотрите, первый сон – это поклонение снопов братьев снопу Юсефа. И это представляется вот здесь, космогония следующая, это проблематичная, да? То есть, более сложная для понимания. То, что касается снопов, это больше ложится, как бы, в то, как это можно понять в дальнейшее развитие. Правильно? Почему? Потому что снопы, понятно, это, как бы, то, из чего дальше будут делать, как бы, пищевые продукты, хлеб и все. И понятно, что это основа питания, и понятно, что если они поклоняются все Юсефу, то тут, как бы, можно прозрачно сказать, что Юсеф – это пропитатель-кормилец. Кстати, интересно, очень интересно. Еще раз, я написал Суграем, здесь написано Машбир, да? Вот те, кто был в Израиле, вам слово Машбир что-то говорит? Алло, туристы, бывающие в Израиле, вам что-то, слово Машбир ничего не говорит? Ну, как же, у нас торговая сеть называется Машбир. Ну, в Израиле, как бы, все так переплетено. Ну, огромная торговая сеть, такая полугосударственная, я не знаю, называется, кооператив, может быть, называется Машбир. Вот, всем, кто приехал в Израиль сколько-то времени назад, и сейчас тоже, просто это, он-то, его сейчас есть новый Машбир на площади Кикар-Цион. А раньше всем было известно, когда люди назначали встречи, говорили, вот, у Машбира, теперь это у старого Машбира. Вот огромное здание, на первом этаже которого вот этот Машбир, почему он называется так? Машбир Лет-Цархан. Машбир, Машбир – это который, как Юсеф. Который, как бы, пропитатель. А Цархан – это потребитель. Вот такая, как бы, смесь очень показательная, как бы, для иврита, для Израиля вообще. Да, Машбир все, как бы, с этим словом связаны. Окей. Так вот, Машбир, Машбир – это пропитатель. Так вот, то, что снопы поклоняются, это понятно. Окей, потому что это в дальнейшем пропитание семьи Якова и сыновей, которые спустились туда, его братьев, да, оно полностью зависит от Юсефа. Это более-менее понятно, да. Но вот следующая картина, которую мы будем разбирать, она гораздо менее понятна, либо вообще непонятна. А именно, я его назвал «Космогонический сон». Итак, в переводе на русский язык, вот этот вот сон Юсефа, каким образом он, как он переводится. «И приснился ему еще другой сон, и рассказал его своим братьям, и сказал он, вот снился мне сон еще, и вот, и вот солнце, и луна, и одиннадцать звезд кланяются мне. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и его укорил отец, и сказал он ему, что это за сон, который тебе снился. Неужели придем я и твоя мать, и братья твои, и поклоняться тебе, да и будем до земли?» Значит, дальше, смотрите, Раши, который накладывает сетку простого смысла, он пытается отбить, каким образом? Значит, смотрите, если идти по прямой разгадке, да, мы сейчас занимаемся разгадыванием снов, по прямой разгадке. Ну, разгадка как бы она такая. Есть два больших светила, это солнце и луна. Значит, по-видимому, это можно сказать, что солнце – это отец, то есть это Яков, да, луна – это мать, и звезды, одиннадцать звезд – это братья, как бы так, да. Значит, то, что братья могут поклоняться, ну, это более-менее понятно. То, что Яков может поклоняться, тоже может быть понятно. Но, пишет Раши, мать, мать Рахель, умерла до этого, при родах Бениамина. Каким образом она может поклоняться? И тогда Раши как бы отбивает это, и он практически аннулирует весь этот сон. И с точки зрения Якова аннулирует, давая возможность Якова аннулирует этот сон, он говорит, ну, это же бред. Ну, я, ну, братья могут поклониться, но я еще могу поклониться. Ну, умершая мать, не может тебе поклоняться, да? Ну, и, казалось бы, все, отбил, просто какие-то странные сновидения, не лажайся здесь. Но вот такую картину Пшата нам мешает одна фраза. Какая фраза? А вот какая. Потому что в продолжении этих стихов сказано «А его отец хранил изреченное». Ну, речь называется «Шамар-давар». Это тоже интересно, в скобках говорю. По-русски на толдот написано «перевели изреченное». «Давар» — это слово. Ну, вот знаете, такая была, по-моему, партия, что-то связано с братом Ленина, насколько я помню, да? Лавдель. «Слово и дело», нет? Это что-то такое вот оттуда, по-моему, из русской истории, да? Так вот, на иврите «слово и дело» — это одно слово. Вот то, что революционеры хотели представить, да? Что слово и дело как бы не различают, слово не расходится с делом. Вот это забавно, но на иврите слово и дело, ну, есть слово, есть еще дело массы, но, в принципе, «давар», «давар» — это что-то мошмути, это что-то значительное. Так вот он «шамар-давар» — они перевели изреченное, но я бы сказал больше. Он запомнил все это дело. То есть он не просто его слова запомнил, а он запомнил, и тогда это не ложится в схему. Почему? Потому что если идти по простому смыслу, что он сказал, что это бред, мать не может тебе поклоняться, тогда он должен был все аннулировать. Но что тогда он запомнил? К чему он соотнесся? Окей? Вот теперь мы переходим к стадии как бы разгадок, если так можно сказать. Окей? Окей? Под заголовок вот этого абзаца он такой «Йосеф в сновидениях, Йошуа в действиях». Называется «Йосеф холэм» в Йошуа макшим. Холэм, Йосеф холэм. То есть, опять, мне кажется, это не русское слово, ему не просто снится. Он видит действительность в другом измерении, по другому каналу получения информации. В Йошуа, а имеется в виду Йошуа бенун. То есть, это тот Йошуа бенун, которому Мушей Робейну передал как бы образные власти перед захватом эрот Исраэля и так дальше. А Йошуа макшим. Вот макшим, макшим, это который осуществляет. Опять, в скобках скажу, смотрите, интересно. Слово макшим – осуществление материализации. От слова гешим – дождь. Как самое, по-видимому, в земле Израиля, самое материальное, существенное, что может быть – это гешим. Поэтому слово осуществление от слова макшим. По-русски это сущностное. А на иврите сущностное – это гешим. А Йошуа макшим, откуда мы это видим? А вот смотрите дальше. Дальше Ханан Парад делает такую тактику. Он идет к Хазаль, он идет к тому, что есть в Медражах. И подводит к мысли, что в каком-то смысле то, что говорят мудрецы – это не что-то надуманное. А это что-то, что в своей совокупности может быть понято в каком-то смысле даже ближе к Пшату, чем то, что говорит Раша. А именно Хазаль. Хазаль – это мудрецы. Это Рашей Тивот, заглавные буквы, Кахамим Зихрунам Леврахам. А именно мудрецы благословенной памяти. Называется Хазаль. Поэтому так и я буду говорить. Хазаль усматривает в этом сне предначертание картины в отдаленном будущем, во времена Йошуа Бенуна, в первый период, который называется… Смотрите, по-русски это все время отрицательные значения. Это захват, это оккупация. В современном мире это тоже такое есть. Но термин как бы танохический называется кебуш-аарц. Вот куфата-кебуш – это захват земли Израиля, либо освобождение земли Израиля. Как угодно. Итак, все это знают. Есть совершенно известная картина. Нам, кстати, Миша Голосовский это объяснял. С точки зрения физики вполне это можно объяснить. Но это отдельная история. Бришит-Раба сказано, как написано в книге Йошуа, и сказал пред глазами Израиля. Солнце у Гевона стой, и луна у долины Айалон. Сейчас, секундочку. Окей. Вот дальше, дальше, если можно, я бы близко к тексту просто сказал, что написано Бришит-Раба. Тут просто такой некоторый красивый текст. Мне кажется, его имеет смысл как бы перевести подробно. Вот Абар сказал Раби Исхак. И так сказал Йошуа Солнцу. Он ему сказал, Эвид Биш Камотха. Эвид Биш, это вообще круто сказано. Это сказано. Презренный раб. Биш, это слово презренное, плохое. Йошуа сказал Солнцу. Эвид Биш Камотха. Ты презренный раб. Разве ты не являешься как бы вообще достоинством покупки моего, или достоянием моего отца, это в смысле моего деда, или моего как бы, моего прародителя, да? Ведь мой, мой, Абба, он говорит, отец, имеется в виду в смысле прародитель, да? Он видел тебя в своем сновидении, как сказано, и солнце, и луна, и одиннадцать звезд будут мне поклоняться. Так и ты тоже, ты тоже, застынь передо мной. И как сказано, дальше как сказал Йошуа, солнце действительно замерло, да, все то время, пока была битва, и пока, как бы, Йошуа их не разбил. Так вот так, смотрите, интересно. Дальше Ханан Парад видит, что вот этот вот мидраж, он не находит свое отражение в флотистических комментариях. Но при этом сам он, Ханан Парад подчеркивает, что ему представляется, что он близок к Пшату, к простому пониманию. Почему? Потому что он отвечает всем деталям. Какие детали? Детали такие. Солнце, луна, ну вот солнце, луна, это понятно, говорится прямым в тексту. У нас остается одиннадцать звезд. А что такое одиннадцать звезд? А Моноскач, что сказано перед глазами всего Израиля. Всего Израиля, это все колен Израиля, которые стоят и изумляются, что солнце остановилось и луна. И это как раз, это то, что одиннадцать звезд поклоняется. Дальше пишет. Вот это так сказано. Есть в Талмуде, в трактате Абадазара, сказано, почему? Потому что в Брешет-Раба написано. И так сказано в Сефир-Ешарим. В книге прямых, либо праведниках, либо прямых действиями людей праведных, скажем так. Окей. А дальше опять переносит, делает ниточку в другой кусок. В трактате Абада сказано, что такое Сефир-Ешарим. Сефир-Ешарим – это книги жизнеописания праотцев. Почему? Потому что праотцы называются и шарим. Потому что праведники от слова на иврите это звучит от слова прямой. Человек, который действует прямо, правильно, хорошо и не как бы не извилисно. То есть у нас получается, что сон Йосефа осуществляется в времена Юшуа Бенуна. Теперь дальше. Вот интересно, похоже. Вот теперь дальше. Интересно дальше развить. Дальше развить этого клубка. Смотрите. Похоже, что и сам Яков понимал? Он как-то постигает смысл сна Юсефа. Почему? Потому что, благословляя его сыновей Ефраем и Минаша, он говорит, но брат младший будет больше его. И слава его потомству наполнятся все племена. А кто это младший брат? А младший брат – это Йошуа Бенун. И тогда Брешит Раба говорит, и тогда становится понятно, когда сказано, что отец его, Авиф, Шамар – это Давар, что он ему запомнил, что он ему запомнил. А-а-а! Важное при благословении он положил на голову младшего, а левую на голову старшего. И Йосеф пытался как бы изменить ему руки, говорит, что это, наверное, неправильно, ты ошибся. Все, а он говорит, нет, так должно быть. Окей. И его благословление как бы это следует. Теперь дальше. Вот это… Сейчас мы более-менее отбили идею с основом Йосефа, а вот дальше он развивает еще в более фундаментальную картину. Давайте посмотрим, как. У Рава Кука сказано «Цадик ясо даолан». То есть праведник является оплотом мира. Вот когда, можно сказать, фундаментом. Когда строят здания, да, вот насколько я не забыл русский язык, да, кто тут у нас строитель? Лена, по-моему, да, она может подсказать. Есть цоколевый, называется цоколь, по-моему, это то, с чего начинается как бы строительство здания или фундамент. Так вот, Йосот, Йосодот, это как раз, это фундамент. И вот это вот выражение «Цадик ясо даолан» я написал «оплот мира», значит, типа фундамент мира. Теперь дальше. Идем дальше. Более глубокий слой понимания, скрытый за расшифровкой сна, как предначертание тому, что будет происходить многие поколения спустя. Да? Теперь дальше. Ханан Парад, который, ну, видимо, как любой комментатор такого уровня, он свободно владеет, скажем, всем корпусом Танаха, да? То есть ему не надо искать как бы в конкордации и все. Он этим живет, он это знает, наизусть ли вы близко к этому. Поэтому очень интересно, когда он проводит ниточки или как бы кидает нас из одного места в другое, строя вот эту паутину объяснения, да? Он берет из книги Таилим, Псалмы, 8 глава 6-7 из них сказано, «И ты умолил его немного перед ангелами, славой и великолепием увенчал его. Ты сделал его властелинным творением рук твоих, все положил к ногам его». То есть, понятно, парафраза. Как в космогонии Йосефа, да, видно, что как бы, ну, вот, космические, да, структуры, они ему поклоняются. Вот здесь Таилим есть тоже отражение вот этого смысла, что-то, что-то на эту тему. Дальше он пишет, то есть, в силах праведников, праведников, такого, как Йошуа Бенун, властвует над природными стихиями. Вау. И дальше перебрасывает нас в Талмуд. В Талмуде в трактации «Надрин» сказано, «Если бы захотели цадиким, они бы творили миры». Окей? Вот такая потрясающая фраза. Реальная. Дальше. Раф Кук в книге, которая называется «Мусар Акодыш», он пишет, нет времени, к сожалению, там очень красивый как бы абзац такой, но если сказать как бы коротко, то идея, как он пишет, «Цадик Исода Олам», то, что вынесено здесь название, «Праведник основы ми», «Праведники основы мира». И вот эти основы мира, эти «Правенькие», которые к тому же видят такие сны, сейчас он дальше перебросит, видно, все это подводит нас к тому, что то, что Йосеф видел, то, что Йосеф видел, это некоторое, как бы, в этой космогонии было некоторое основы мира, основы управления, на мой взгляд, что-то похожее, похожее к тому, что Яков видел в Сулам, видел в Халом Сулам, в сновидении с лестницы, по которым ангелы спускаются и поднимаются, да, и дальше он говорит, что Йосефу самому, это тоже может переброс к тому, что говорил Гриша на уровне чеческих характеров, то есть Йосеф сам сначала, он был, по-видимому, это я говорил, он был, как некоторый сосуд, да, в котором был источник, в котором, вот этот был Моаян, источник, с которого било вот это вот некоторое прочувствование того, что произойдет произойдет вперед некоторое предвидение будущего и вообще, как бы, предвидение какой-то истории Израиля, еврейского народа, но ему самому, он пишет, интересно, да, Йосефу еще придется претерпеть тяжелые испытания с женой Патифара, да, и с испытаниями, да, прежде чем удостоится стать правителем, вот это интересно, это может быть где-то перекличка с то, что говорил, как бы, Равштейн Зальц о том, что он себя вел некрасиво, там, вот, пытался, как бы, да, по-русски это гнобить, по-моему, да, вот этих самых братьев, какие-то вещи им рассказывал, и пятое-десятое, и он, может быть, сам-сам еще был не готов, а когда он становится правителем, ну, вот, когда он выходит, как бы, вчистую в истории с женой Патифара, и с другой стороны вся вот этот коллапс, да, с братьями, когда братья делают шуву, да, и вот вся эта история с Бенианином, все, что у нас будет, как бы, в следующем, в следующем недельном разделе, только после того, как бы, представляется, ну, я не знаю, супер благородными, если так можно сказать, да, или принимает тут шуву, которую сделали братья, видимо, сам понимая, что он поставил их в совершенно невозможное состояние, потому что, в кавычках, я скажу, Ханапарат про это не пишет, но есть известные комментарии, которые, как бы, пытаются, если так можно сказать, оправдать действия братьев, и говорят, что, в принципе, по закону, они, может быть, даже действовали, как-то более-менее, даже обоснованно, почему, потому что в их глазах Йосеф, он, как бы, своими словами, он, как бы, говорил им, что я отбираю у вас все надежды на будущее, я отбираю у вас царство, я отбираю у вас смысл жизни, в каком-то смысле, в каком-то смысле, по отношению к нему, может быть, применен, называется Дин Рудеф, Дин Рудеф, это означает, что возможность, как бы, насильственных действий по отношению к тому, кто угрожает тебе смертельной опасностью, в каком-то смысле, они могли понять, что Йосеф, Йосеф, он угрожает им смертельной опасностью, да, окей, так вот, он только после того, как Йосеф проходит, проходит, вот все эти стадии, как бы, очищения своего характера, вот только после этого, он становится тем самым правителем, который становится, как бы, мажбиром, да, и опять же, как сказано в Таилим, да, и кроткие, 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 даже по-русски, такие переводы вообще, такие, по-моему, старославянские, наиверите, называется Ановим, да, Ановим, это люди, которые действительно, Анаф, это человек скромный, да, кроткие, наследуют землю, насладятся обилием мира, в каком-то смысле, Йосеф, Йосеф, он должен был стать, от того, который, как бы, хотя бы по своим снам, он очень себя возвеличит, мне будут поклоняться, и все, и пятые, десятые, и только после того, как он, как бы, Мидбагер, когда он становится взрослым, когда он становится, как бы, осмысленным, понимающим, проходит эту вот станию, скажем, подростка, да, вот только после этого, после этого, он удостаится быть мажбиром, а именно быть пропитателем, да, заканчиваем, Яшуа Бенун из потомства Йосефа, он был из потомства Йосефа, удостоился у наследовать землю и властвовать на солнце и луну, это мы видели, да, и это находит свое отражение дальше, перебрасывает еще один мостик, это находит свое отражение в благословении Маше Рабейну, Йосефу, в последней завершающей главе Торы, да, которая называется Зот Абраха, что сказано про Йосефа, а Йосефе сказал, благословенно Господом его земля, дарами небес, росой и бездны, лежащей внизу, и дарами урожая солнечного, и дарами производимого месяцем, если вы посмотрите, как это написано на иврите, то там тоже есть, вот здесь упоминание солнечного, есть Шемеш, да, и есть месяц от слова Ярех, это опять может быть перекличка с тем Шемешем и Ярехом, который, а именно солнцем и луной, который видел Йосеф в своем сне, и теперь дальше как бы окончательный, заключительный аккорд, Раф Ханан говорит о том, что переблаживает как бы к нашей действительности, от Йосефа, Йосефа, Йошуа, Бенуна, да, Мушер Абейну, и дальше к нашим дням, о том, что, вот эта вот потрясающая фраза, да, которая сказана о том, что Бешеват Сион, Бешеват Вашем это Сион, Аину Хехолмим, это что означает? Означает, что при возвращении нас в Сион, да, называется Шеват Сион, это возвращение в Сион, мы были Хехолмим, вот это опять это слово Хехолмим, это тоже опять бы суграем, да, в скобках я говорю, совсем другой-другой комментарий, Раф Шерки говорит о том, что вот такие эпохальные явления, которые братья не могли понять, да, и точно так же такое эпохальное явление, как возвращение Шеват Сион, которое разворачивается на наших глазах уже 70 лет, ну, может быть, даже если даже можно протяжение там 100 лет правоозвестники Сион или 70 лет существовали государство Израиль, мы как свидетели, как свидетели происходящие, мы не можем это осознать, поэтому для нас, для нас это некоторый Холм, но Холм не в том плане, что это Холомес, что это не связано с действительностью, а в том плане, что это некоторая реальность, которую человеку может понять только тогда, когда на протяжении какого-то времени, а Раф Шерки дает основание сказать, что для того, чтобы, потому что следующая фраза, которую Ханан Парат не приводит, Аз Йомру, и скажут Гоим, то есть народы скажут, народы скажут, какие вы счастливые, что вас Всевышний возвращает в Сион, то есть для того, чтобы евреи поняли, что с ними происходит, и вышли из своего сна, да, они должны послушать, что им народы говорят, то есть народы говорят, о, это стартап нейшн, это вообще, это чудо, это пятое-десятое, и тогда у евреев, как бы называется, нофеля Симон, да, у них как бы до них доходит, они говорят, вау, действительно потрясающая вообще говоря история, а мы-то думали, что это просто как бы там война, одна, другая, договоры с арабами, пятая-десятое, а это такая вещь, и вот кончает, он очень интересно, кончает из Ишаяу, да, у Ишаяу, пророка Ишаяу, у него сказано, тогда посрамлена будет луна, и престижно будет солнце, потому что Господь Сваот будет царствовать на горе Сион и вирушалаями, и слава будет перед старейшими народа его, понимаете, и вот это как бы такой конец, который делает Ханан Парад, на мой взгляд, очень красивая, как обычно он делает, по-видимому, так можно сделать только человек, который действительно владеет как бы корпусом не только Танаха, а вообще еврейской как бы традиции, Талмуда, Танаха, и что самое главное, он является носителем этой традиции в том смысле, что он переживает эти слова, он переживает сказанное, переживает не в смысле эмоциональном и тоже, а переживает в смысле своей жизни, потому что Ханан Парад, естественно, что он был один, то есть он называется Илдейк Фар Цион, это вся история, посмотрите в гугле, что такое Гуша Цион, падение Гуша Циона в войну за независимость, вся история современного Израиля это Ханан Парад, и опять же, вот его этот комментарий, который делает некоторую такую общую картину, начиная от Йосефа, Йошуа Бенуна, да, дальше благословление Якова и Муше Рабейну, переходя к возвращению Шива Цион и к Йошуа, который бы как бы вот заворачиваясь, закругляет вот этот вот эллипс или круг, на мой взгляд, вот это вот такая очень красивая картина. Ну вот это, в принципе, то, что я как бы хотел изложить, да, кто-то что-то хочет добавить, сказать, я, извиняюсь, Эмиль нас, наверное, оставил, нет, Эмиль не оставил, окей, быстро я на него себе наехал, но ничего, окей, у кого-то есть какие-то соображения? Натан, скажи, а есть Ханан Парад в русском переводе? Вот Ханан Парад и нет в русском переводе, понимаешь, вот с Божьей помощью, знаешь, люди, когда, да, говорят, когда я выйду на пенсию, я тоже уже могу, говорить, вот когда я выйду на пенсию, я буду этим заниматься, я, вот, недаром стал составлять такие конспекты, ответ твой на вопрос простой нету, я не видел, думаю, что его нету, вот, я стал составлять вот такие конспекты выступлений для того, чтобы в будущем, может быть, с Божьей помощью действительно перевести, сделать, у него есть четыре книги, да, вот я сейчас, я, может быть, показывал уже, вот есть такие четыре книги с разными обложками, вот это одна из его книг, они очень интересны, почему? потому что, ну вот я, у нас нет времени, как бы, он в конце каждого раздела еще приводит, такой называется, медрашир, то есть он приводит стихи современных, израильских современных, или более-менее современных, в том числе современных, как бы, либо наших современников, либо вообще поэтов Израиля, которые на тему вот этого недельного раздела, вот приводит, как бы, иллюстрации, ну и делает, как такой вот, такой расширенный комментарий, нет, нету, но я надеюсь, что, может быть, когда-то удастся, значит, его издать, мне вот он очень нравится, он очень привязан, как бы, к Израилю, и, опять, как мне кажется, он дает возможность по-новому, я бы сказал, да, я не хочу сказать слово правильно, хочу сказать, что он дает по-новому оценить классические комментарии в свете происходящего, как бы, на наших глазах, на глазах тех поколений, которые, как бы, на глазах которых происходит возрождение государства Израиля. Окей? Да, есть четыре такие книги, пятую, к сожалению, не успели сделать, я так понимаю, что она тоже была после дамы, эти книги, после дам, вот как у Нехама Лябича этих кунтров с тетрадки, то есть собранные из таких недельных выступлений или недельных, недельных статей, пятую книгу не успели издать, потому что у нее была ужасная болезнь, не про нас будет сказано, у него был ужасный совершенный рак, вот он ужасно мучился и умер достаточно молодым. Его, как бы, его имя вошло в историю современного Израиля, как одного из основателей движений Гуши Муним. Особая история, может быть, когда-то, Гриша нам расскажет. Вот, Гуши Муним, это после Шестидневной войны, как бы, в основном теми, кто был, как бы, идеологически настроен, или, которые подпитывались, или которые были на базе Рава Кука или Ешивы Равы Кука, да, и вообще, вот, направление движения Равы Кука, Мусад Равкук называется, да, было создано движение Гуши Муним, Гуши Муним, которое, как бы, рассматривало не захват территории, как бы, освобождение территории, это Юда, Шумронная, и Аза с тем, чтобы, прежде всего, Юда, Вышумрон, с тем, чтобы там восстанавливать поселение, как было в случае с, в случае с, Кфарацийоном и Гуши Муним, который во времена, то есть, он был, он был существовал, там, основные кибуцы, и в том числе, Кфарацийон, религиозно они существовали до войны независимости, во время войны независимости была трагическая история, как в истории с Иерусалимом, и кто же их не смогли, как бы, удержать, арабы их захватили, было, и Орданский легион, была целая история героическая, это пленение, жители, многие попали в плен, очень многие погибли, знаете, кто был в Израиле, были ли бы не были, у них есть, типа, мемориального, вот этого, бункер, в котором, как бы, были последние защитники, откуда их взяли, и сам легион, вот он называется, он тогда был ребенком, они, целый поколение называется, Илдейк Фарцион, вот, и он был одним основателем Гуши Циона, потом он стал депутатом Кнессета, нас, нас, приехавших из, как бы, из России, вот, те, которые, был, как бы, косяк организации Маханаем, которые тоже я, как бы, принадлежал, и Нехаме, и, как бы, да, и по жизни, и так дальше, вот, и он нас тоже, он нас принимал, вместе с Йосифом Менделевичем, это из самолетного дела, и первые книги, которые были изданы, одна, это «Дни трепет», и кто-то видел, с такой вот шифаром, там уже моя обложка, там фотография, вот, это тоже он помогал издавать, и первые пасхальные года, которые тоже издали, и, кстати, первые и вторые, это было сделано по тем текстам, которые Пинхас подготовил еще в Москве, которые, как бы, печатали, я их печатал тоже, фотоспособ, равнажали, пятый и десятый, вот он нас встречал, у него здесь недалеко от нас, от моего, от моего Малой Адумим, в Восточном Мирусалиме, до сих пор есть, ну, не то, что до сих пор существует, ешива, который называется «Ород», вот, он там был, как бы, главой этой ешивы, очень помогал нам, был совершенно замечательный человек. Окей, хорошо, у кого-то есть что-то, кто-то что-то хочет сказать или добавить? Можно я скажу? нет проблем. Да, я извиняюсь, если интернет будет, я хотела сказать, что очень интересно, Гриша, еще раз спасибо, что ты сегодня несколько сразу, мне кажется, вообще это направление очень интересно, что Андрей вот тогда давал тоже из других источников, потому что вот сравнивая, там и Ханан Апарат, и Нихам Лейбович, и еще кого-то, так как бы общая картина складывается, а не просто там, что вот мне кажется так, или еще что-то. В принципе, понятно, мы все имеем свое представление, но мы как бы все равно учимся, да? Да. Вот, и поэтому, поэтому спасибо большое. Окей, да, я тоже хочу сказать Грише, большое спасибо, очень приветствую, надеюсь, что это только как бы первая ласточка, вот за этим последовательнейшим выступлением, очень здорово, очень интересно, я тоже за то, что приводили другие, можете сказать, альтернативные источники, это не важно, вот, которые как бы дополняют, делают нам очень картину, потому что вещи, которые мы обсуждаем, они, понятно, у них есть разные измерения, у них есть разные пласты, и в общем, как бы поэтому, в каком-то смысле, я каждый раз как бы пытаюсь это сказать, что название как бы нашего занятия, 70, это не означает, что есть, вот на полке стоят 70 лиц, да? Это совсем не так. Я думаю, что правильный образ визуальный такой, есть некоторая очень такая сложная геометрическая фигура, скажите как угодно, трех-, четырехизмерительная, как угодно, да? И на самом деле, каждый из этих комментариев или каждый из этих подходов, он как лучом, не знаю, света, прожектора, фонарик, он освещает какую-то часть деталь, помогая нам как-то лучше понять, осознать, пытаться осознать вот этот общий весь большой комплекс. Мы не говорим про тот или иной комментарий, этот прав, а этот неправ. Это, по-видимому, так в принципе нельзя сказать, потому что такой подход, он неправильный. Это не загадка-кроссворд, которую мы хотим правильно разгадать, а мы хотим попытаться как бы понять более-менее вот эту общую, очень сложную картину, структуру, при том, что мы сами говорим, что мы обсуждаем героев, да? Которых вот называют там праведники, про Йосефа и так дальше. Но при этом поразительно с моей точки зрения, что с одной стороны, в основе вот этот фундамент еврейского народа, да, лежат не такие структуры, когда вот есть архитектор или там инженер, строитель, который все четко делает, да? А если есть какая-то трещина, все бракует и выбрасывает. Мы видим, что в основе лежат какие-то все равно непостижимые человеческие переживания и как бы эмоции, и все замешано, и психология. То есть все совершенно не просто, неоднозначно. И второе, то, что потрясающе меня, во всяком случае, то, что сама Тора, да, сама Библия, еврейская Библия, она не скрывает, не скрывает, не скрывает от нас этих поведений, главных героев, которые вполне могут трактоваться как негативные и как бы неправильные. Да? Да. Я могу два слова сказать о символике «Солнце и Луны в сне», потому что я просто перехожу на урок Гмары, я два слова-то поскажу, значит, очень простые вещи, значит, я исхожу, как всегда, из концепции, концепция в том, что книга Боришит заканчивается подготовкой перехода рода, значит, прадцев, еврейского рода в еврейский народ. Это переход, значит, здесь «Солнце и Луна» это основы рода, то есть это как муж и жена с одной стороны, с другой стороны «Солнце» нам не явилось, когда, то есть, показали нам, когда Яков победил ангела Исава, ему засветило солнце, значит, солнце – это символ власти, это символ, значит, лидерства, вождя. И вот на тот период, пока Моше станет вождем народа, когда уже родится народ, на этот период Йосеф, он становится как бы и главой рода, несмотря на то, что Яков с ним приходит, но на нем лежит вся ответственность, и он становится вождем этого народа, то есть этого рода, до тех пор, значит, это возглавит, то есть, а царские, царское, то, что там все это стыкуется с тем, что бы сказали «Да, шо» и все, да, от него цари, и солнце, и луна, и все, и благословение Моше ему отдает дань, что он, так сказать, был и тем, и другим, вот в тот период, пока, пока, значит, народ не получил Тору с помощью Моше, и стал уже потом народом, а не просто родом, вот, то есть, примирение братьев, и все, то есть, Всевышний создает свой народ, и здесь вот эти сны, луна и солнце, они имеют значение, как бы, то есть, мать, почему он говорит, мать и отец, то есть, это имеется в виду, родосчальница, все, мать, это обобщенная, то есть, мать рода и отец рода, да, то есть, это все прадцы, все праматери, как бы, все вместе, имеется в виду, ну, все, я извиняюсь, я переходу на... Нет, нет, нет проблем, да, 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 такое понимание тоже вполне может быть, ничего как бы не отрицает, очень интересно, спасибо, окей, ну, хорошо, давайте на этом как бы закончим, еще раз я призываю всех, которые с нами как бы вживую, те, которые будут слушать это в записи, пожалуйста, участвуйте в нашем обсуждении, вся наша идея, опять же, название нашего занятия, это хеврута, хеврута, это разговор друзей, приятелей, товарищей, которые вместе проявляются, называется хевре, хевре, это примитивный перевод, ребята, вот у нас называется группа, ребята 70, окей, хорошо, всем хаксамэхунасхануха, счастливо, до следующей встречи, Гриша, спасибо огромное, я очень надеюсь, что мы тебя услышим в следующие разы тоже, все, всем счастливо и пока, 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 спасибо, спасибо, спасибо,